Итак, огромный привет моим подписчикам. Извините, я такая заголившаяся вся, выхожу к вам на связь. Нереальная просто жара в квартире, на улице уже тепло, а у нас продолжают топить, я думаю, будут топить до конца месяца, чтобы вот до упора, чтобы обязательно снять с нас денежку, потому что иначе просто никак надо денежку отбить обязательно. Вот хотите верьте, хотите нет, у меня больше половины стоимости аренды жилья, то есть коммунальные платежи составляют по своему размеру больше, чем половина стоимости ежемесячной аренды жилья за вот эти вот 3 квадратных метра размером с туалет, вот и в том числе такая большая сумма еще и за счет отопления. Вот они будут в понедельник уже 21 градус, они не собираются никак это прикручивать, и просто какая-то жаровня тут в квартире, жаришься как на сковороде. Итак, что я хотела рассказать, а у меня за зуб мудрости начал снова расти, я просто какая-то вся нервозная, вот нервозная, без причины, естественно, просто какое-то вот идет раздражение. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Вы беспокоились, спрашивали, как у меня дела, почему я себя так странно веду, почему я вдруг купила шкаф, сняла видео про закупку продуктов на месяц, я же собиралась уезжать, неужели я никуда не еду, что случилось, что произошло? Рассказываю, все как есть. Несите сразу еду, чай, потому что это будет долгое нудятина, нудятина, это я, ну вы знаете, я когда начинаю на что-то жаловаться, это надолго. Вот. Что у меня? У меня переживания еще начались в марте, конечно же, я подала документы на визу в марте, и в марте же я надеялась ее получить. Я не знаю, как там долго, быстро ее делать, я не знаю, я неопытна, я первый раз делаю визу, откуда мне знать? Я ориентировалась на данные, которые написаны, были в квитанции, там было написано, значит, что срок в районе 14 дней, срок рассмотрения документов, вот, но отдавая мне вот эту квитанцию, которую я потом должна буду отнести, они мне вернут мой паспорт, который у них сейчас находится в посольстве. Вот. Когда мне ее отдавали, мне сказали, что, ну, брачная, брачная немного дольше, то есть не 14, сказали дольше, ну, дольше, я думаю, ну сколько, 20, 25, ну, максимум месяц. Ну, в любом случае, я ожидала к концу марта, ну, по-плохому. Естественно, была тишина, была такая подозрительная тишина. Муж не выдержал, позвонил, узнать, что же такое происходит, почему тишина. Ему сказали, что вспышка, значит, в отделе вспышка, сами догадайтесь, чего, да, чумы, вспышка чумы в отделе, вируса вот этого нашего родного, драгоценного, который нас всех заколебал. Вот. И из-за этого процесс работы, как бы, нарушен, и все подзатягивается. Ждите в апреле. Ждите в апреле. Естественно, я распсиховалась. Это было, ну, сколько можно, господи. Я 10 апреля, будет 7 месяцев, кажется, как я уже тут, то есть, уже, как бы, я вся уже перетомилась. И еще ждать. Естественно, я расстроилась. Ну, мне подписчицы написали, типа, не расстраивайся, потратить это время на подготовку. Апрель не за горами, вот он уже, уже апрель подходит. Чего ты там расстраиваешься? Вот, апрель тебе дадут. На самом деле, про подготовку я думала, я подготовилась еще вот, прям в начале марта, как говорится, как документы подала на визу, так я сразу подготовилась все. Все собрала, все подготовила, все продумала. Ну, в общем, все до мелочей у меня было практически готово. То есть, я такая была на низком старте, уже готова, готова срываться с места. Но, конечно, ничего не произошло. И да, чем ближе подходил апрель, тем больше наступало облегчение. Я думала, сейчас вот апрель придет, новый месяц, новые надежды, все будет хорошо. Я уже стала немножко расслабляться, уже в последних числах марта я уже начала строить планы. Вот как вы мне рекомендовали строить какие-то прекрасные планы. Ну, поскольку я человек, все-таки у меня баланс между душой, сердцем, да, и разумом, я все-таки взяла календарик в руки, чтобы строить свои планы. И посмотрела примерно, прикинуть, в зависимости от того, когда мне дадут визу, когда я смогу добраться до Кореи, там, встретиться с мужем. И уже на этом этапе я очень сильно расстроилась, потому что для начала я взяла календарь и отметила там рейсы, все, которые будут за месяц. Сейчас их не так много, один рейс в неделю, каждый четверг. И у меня получилось, что рейс 1, 8, 15, 22 и 29. 5 всего лишь рейсов за месяц. То есть мне стало понятно, что вот в последнюю неделю, марта, мне не дали визу, значит, 1 я точно не попадаю. Рассчитываю на следующую неделю, то есть на вот эту, да. Если на этой неделе бы мне дали 8, я тоже не лечу. Значит, ориентировочно, если сильно постараться, 15, 22, либо 29, да. Ну, поскольку мне еще хотя бы неделю нужно на подготовку, на сборы, главным образом из-за ориены ей там надо в Москве 3 дня будут изготавливаться ее анализы. То есть хотя бы неделю. То есть так получилось уже по моему раскладу, что 22, как говорится. А если будут какие-то проблемы с бронированием, мне же еще нужно зарезервировать место для кошки. Если там уже летит достаточное количество животных, то мы должны на какой-то другой рейс регистрироваться потом на попозже. То есть даже при самом кайфовом раскладе, при раскладе, что мне дали бы визу вот на этой неделе, вот на этой, я бы улетела числа 22. Ну, а если какие-то заминки, проминки, то и 22, то есть к концу месяца. И прикиньте, каково это было эмоционально осознавать. Вот ты лежишь в март, пока еще март, конец марта, ты лежишь в 6 утра с календариком, и ты понимаешь, что новый месяц для тебя ничего прекрасного не готовит. И что, дай боже, при самом прекрасном офигенном раскладе ты отсюда в конце апреля улетишь. И только улетишь. А с мужем, ну, может, в мае там уже встретишься, там же еще надо карантин отсидеть. Это отдельно, потому что мы уже не с мужем вместе полмесяца практически, 14 суток. То есть, ну, дай бог, уже там хотя бы ко дню рождения, к 10 мая, может быть, я бы его увидела, если бы мне дали вот сейчас эту визу. Ну, а поскольку мне ее не дали, то есть все, все вообще, все для меня вообще окрасилось в черной краске. Итак, я решила узнать, что там и как. Вообще, я давно не заходила на сайт посольства и зашла. И уже стало еще хуже, потому что я увидела, что там регулярно появляются объявления о том, что какие-то накладки с работой, именно из-за борьбы с вирусом сотрудник какой-то был болен, и вот там идет дезинфекция, и все такое, и все прочее. И вот эта сама неделя, вот эта сейчас, на которую я рассчитывала, она уже была объявлена как бы, что на нее не надейтесь. Начнем с 12-го числа. Начнем с 12-го числа. Добавлю вам на экранчик эту информацию. И вот эта вот фигня, она с марта на самом деле. Там постоянно вывешиваются вот эти объявления в связи с мермой по борьбе, бла-бла-бла, с вирусом ТТТ. Мы как бы временно, вот. Из-за этого, естественно, рассмотрение всех документов затягивается. То есть по факту, если ничего опять не случится, они с 12-го, там у них начнется какая-то движуха, судя по их объявлениям на сайте. И то не факт, да. Учитывая, как прошел март с этими объявлениями, так можно и весь апрель вывешивать эти объявления. Дальше я решила связаться с девочками, которые меня наставляли, так сказать. Я была неопытная, я боялась. Не знала, что мне там, как мне ехать, что мне там надо. Все у меня есть, не все. Я с ними консультировалась. Вот в частности с Розой. Привет, если ты меня смотришь. И я уже думала, она намного раньше выдавала, чем я, документы. Я уже думала, что она улетела. И каково же было мое удивление, когда я поняла, что она не улетела. И она говорит, у меня вообще это все плачевно. Я уже вот 10 апреля, будет 3 месяца, как я подала на визу. То есть тут у меня вообще все упало. Я поняла, что чисто теоретически меня тоже может ждать такая участь. А чем я лучше, там, Розы или какой-нибудь Маши или какой-нибудь Лены. Если они ждали в таких условиях, если они ждали вот 3 месяца, то и есть вероятность, что и у меня будет та же самая фигня. Потому что никто ничего не обещает, скажем так. Никаких дат не озвучивает, даже примерных, когда это все может состояться. То есть такая вот глухо, как в танке. Поймить, понять, простить, принять. Вот сейчас такая вот, знаете, бушует у нас вирусяка. Если вы не знали, а вы, наверное, не знали, у нас же, оказывается, бушует мутантный вирус. Мы же страшно опасны для мира. У нас мутантный вирус бушует. Не просто уже тот, который прошлогодний, а уже мутантный. Поэтому мы прям такие, все от нас фи-фи, отворачиваются. Я имею в виду нашу страну, да. На фоне этого возрастает нервозность. На фоне других новостей также возрастает нервозность, когда опять появляются новости, что разбираются закрывать Турцию, авиасообщение, да, что посольства Америки закрывают в России. Одно единственное осталось. Кстати, смотрела на эту тему видео, и как объяснили в этом видео, что теперь работа будет очень медленной, и люди будут теперь свою визу в США для эмиграции ждать годами просто при такой скорости работы. Кстати, в корейском посольстве тоже, я так поняла, именно в Москве невысокая скорость работы. В тот день, когда я была, я пробила талончик с номером 03. Я была, я так понимаю, последняя по записи. В тот день, сейчас же только по записи принимают. Запись я получила, я месяц ждала посещения посольства, то есть где-то я получила уведомление в феврале, что меня приглашают 2 марта, и вот 2 марта я ездила. То есть месяц практически прошел с момента подачи моей заявки, ну это как называется, как забронировать, да, и приняли три человека. Да, три человека. Вот такая скорость. Конечно, если с такой скоростью, то мы тут вообще надолго. Я вот сейчас смеюсь, на самом деле это что-то такое истерическое, скорее всего, у меня просто сегодня не самое плохое настроение, сейчас с подружкой встречаюсь, с подружкой детства, вот. А так настроение вообще. То есть я уже ничего не жду, я поняла, что я изведусь, изведусь вся. И я просто махнула рукой и решила, что буду жить вот как живу. И, ну, дадут, будем решать. Дадут, будем решать. Буду готовиться по новому, собираться, заканчивать, завершать свои дела. Ну что делать? Я не могу сидеть, образно говоря, на чемоданах и ждать свистка. Когда свист, ну, давай, вперед, побежали. Это очень тяжело. Кто-то писал в комментариях, типа, а я не понимаю, в чем проблема ждать? Любишь, нужен тебе человек, жди. Проблема в том, что ждем ты мы не столько визу, мы вообще давно живем в режиме ожидания. Вот я и девчонки, когда вы взрослые люди и у вас отношения на две страны, вы граждане разных стран. У вас изначально, с момента вашего знакомства, ваше отношение, это сплошное ожидание. Сплошное ожидание. Вот встретились вы первый раз, разъехались, у каждого своя работа, у каждого свои обязательства. Ждете, 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 ждете эту следующую встречу. Вы встретились в следующий раз и снова ждете, 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 ждете. И вот так вот на протяжении всех отношений вы постоянно в режиме вот этого ожидания, ожидания, и это истощает, да. И это очень истощает, конечно. И на данный момент ты как бы уже истрёпанный, ты уже истрёпанный. Ты уже как бы на пределе, твоя терпения уже на пределе. Потому что ты уже очень много прошёл, уже очень много потерпел, уже очень много, да. Ну, плюс такие вещи, о которых люди обычно не задумываются, если они вне этой ситуации находятся. Вот. Потому что ты не знаешь сейчас, где будет твоя жизнь, в России или в Корее, и ты, получается, не живёшь и не строишь глобальных планов. Вот сегодня ты купила, например, стиральную машинку, а завтра тебе визу одобрили улетать. И куда ты потратила эти деньги, да? Когда у тебя там вагон денег, может, у тебя это не принципиально. Или когда ты с родителями живёшь, у тебя устроено будет. А так получается, что ты не можешь ничего. Или вот сегодня ты пошла, устроилась на работу, а через неделю тебе дали визу, и ты всё бросила, как говорится. Тебе могут и не заплатить даже за отработанные дни, потому что ты, так сказать, говорила одно, а потом куда-то сбежала, вдруг слилась. Ну, в общем, всё, вот все процессы банальные, которые в жизни человека происходят, они из-за вот этой ситуации, неопределённости, они все нарушаются. Вот, допустим, я недавно купила себе билет на концерт, а вот я сижу и не знаю, а я вообще пойду на него или я не пойду на него. Это просто было, ну, очень захотелось мне как-то отвлечься. Это такой своего рода риск. Купила, но я не уверена, что пойду, да. Может быть, мне и в этом месяце не одобрят визу, а может, уже на следующей неделе позвонят, да. И действительно, если ты хочешь как-то жить вольно, жить свободно, и не чувствовать никакого напряжения, и не испытывать потом никаких потерь, в том числе и материальных, у тебя должна быть хотя бы какая-то определённость. Ну, например, что мы там дадим вам визу там 5 июня, и до 5 июня ты там какие-то свои планы простраиваешь рационально, что-то реализуешь и так далее. Там, вот я живу на съёмной квартире, и вот я живу как бомжатина. То есть есть какие-то вещи, которых у меня нет, и я их не покупаю, потому что вот как бы в режиме ожидания. Я приехала, вот сейчас-сейчас-сейчас мы подготовим документы, сейчас-сейчас-сейчас, да, и будем подавать. Вот подготовили наконец-то, вот сейчас-сейчас-сейчас будем подавать, подали, ждём, да, вот сейчас-сейчас-сейчас дадут, сейчас-сейчас-сейчас дадут. И ты постоянно вот в этом сейчас-сейчас-сейчас, и ты не знаешь, что будет завтра, что планируешь, что не планируешь, что ты можешь купить, что ты не можешь купить, какие-то стараешься лишнего не тратить, потому что ты с собой это не заберёшь. Даже вот есть, если взять вот самое необходимое, это свой гардероб, какие-то ещё необходимые вещи, сувениров положить родственникам, друзьям мужа и так далее, И уже непонятно, как это все тащить на себя. Не говоря уже о каких-то других вещах. И опять-таки, визу дадут, у визы есть срок действия, она сгорает. Ты не будешь сидеть, когда у тебя виза сгорает, и сидеть в своей шмотке на авито распродавать какие-нибудь. Вот продам там кровать, продам стол, продам шкаф, продам то, продам все. Продам плитку, продам печку. Ты не будешь этого делать, потому что, ну, с этим не шутят. Виза сгорает, с момента одобрения уже начинается вот этот процесс сгорания. Она же дается на определенный срок, чтобы ты въехал, и ты там свои дела продолжил делать с документами. Там получил карточку вот этого иностранца, или как это называется. То есть вот на этот срок, а не на то, чтобы там сидел, а ты перед отъездом со своей шмотки распродавал где-то. То есть вот и непонятно, где тут найти для себя какое-то комфортное решение. Живешь в подвешенном состоянии. Со стороны людям, конечно, непонятно, какие там осуждения даже проскакивают. Ну вот хотя бы мне хорошо от того, что есть девчонки, которые, ну, к сожалению, в такой же ситуации, в которой я находится, но мы хотя бы можем поговорить, мы друг друга понимаем, мы можем друг друга поддержать, потому что мы совершенно в одинаковой ситуации. Тут хотя бы вот хоть где-то есть понимание. Итак, заканчиваю болтать. Мне уже смс пришла от подруги. Побежала я. Пойдем мы прогуляемся. Может, пиццу поедим, может, кофе попьем где-нибудь в недорогом ястечке, в бюджетинге. Погодка классная. Девушка голубая, солнышко яркое. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И пока-пока. Люблю, целую. Пока-пока. Пока-пока.